Закат трудовой деятельности уже за плечами дам и кавалеров, которые присутствуют в этом зале. Желание каждый день радоваться жизни и любовь к танцам придает им сил для того, чтобы насытить повседневные скучные будни и воплотить давние мечты. В шикарных нарядах, гордясь своим солидным возрастом, они виртуозно кружатся в вихре танца. А сотрудники территориального центра обслуживания населения Ленинского района помогают им в этом и стараются сделать все возможное, чтобы приукрасить их. Сезон балов у нас проводится для подопечных нашей студии «Школа танцев». Эта школа у нас уже больше трех лет, и слушателей все больше и больше становится. Люди интересуются. Наш преподаватель студии Ольга Анатольевна Тарасюк старается заинтересовать, предлагая все новые и новые виды танцев. И люди пытаются воплотить то, о чем они мечтали всегда. Кто-то мечтал петь, танцевать, рисовать, изучать иностранные языки. И для них, у них теперь нету графика жесткого, рабочего. Они предоставлены сами себе. Они захотели сегодня? Пришли. Захотели завтра? Они встретились с друзьями по коллективу. То есть нас, слушатели наши, начинают дружить за рамками нашего отделения. И нам это очень нравится. Золотой бал. Глядя на это уютное, но по-своему драйвовое мероприятие, невозможно назвать присутствующих в этом зале людьми пенсионного возраста. Их стремление быть лучшей версией себя, дарить миру любовь и хорошее настроение впечатляет. Они не пользуются возрастными отговорками. Не говорят, что что-то им не по силам. И что поздно чему-то учиться, а с горящими глазами посещают различные секции для развития и идут вперед к своим мечтам. Я всегда любила танцы. Занималась в детстве, в юности. Ну а потом, конечно, работа, времени не было, семья, дети, внуки, как у всех. А когда вышла на пенсию, вы знаете, самые счастливые минуты в моей жизни – это вот здесь. Я прихожу в институт, я получаю такое удовольствие, я получаю наслаждение. Я молодею, и не только я, все мы вместе. У нас большой коллектив. Это колондайк радости. Понимаете, нет слов, чтобы описать всю радость, которую мы здесь получаем. Я люблю танго. Он для меня прямо… Вообще все люблю, но есть танец, в котором ты вот выражаешь себя, свое внутреннее «я». Ну вот для меня на сегодняшний момент это танго из нашего репертуара. Эффект омоложения действительно заметен, когда смотришь на таких харизматичных людей, которые, испытывая гордость за свой золотой возраст, отдают себя танцу. Кто-то с детства увлечен им, а кто-то только сейчас нашел время для саморазвития. Я пришла в этот клуб с июня месяца. Но так как я танцую всю жизнь, то для меня танцы – это жизнь. Мой первый бал, кстати. Хотя раньше я танцевала. Но вот бал именно в таком коллективе первый раз. Очень красивая, доброжелательная обстановка. Хореограф всегда рассказывает, всегда поможет, подскажет. То есть она как мама наша. Я как бывший педагог, поэтому знаю, что это такое. Я в саду работала. Как мы с детьми, так и она с нами здесь. Мы те же самые большие дети. Как к родным детям, Ольга Тарасюк, руководитель школы танцев, заботой и трепетом относится к своим ученикам. А замечая, что это действительно приносит удовольствие и пользуется популярностью, старается разнообразить свои уроки, изучая с ними новые виды танцев. Я воспитала своих учеников, нашла их и передаю свой опыт проведения бальных мероприятий. Что кроме дискотек, кроме парка советской, есть еще такое направление, как бальная. Я специалист по балам, что я построила такую программу, в которой может принять участие каждый. Каждый, кто желает, я через объяснение танцев передаю свое знание. То есть сейчас я вижу, я очень довольна и очень рада. В танце забываются личные проблемы и тревоги, что способствует крепкому здоровью. И люди зрелого возраста уверены, что нужно двигаться к чему-то лучшему, что приносит большое удовлетворение. Полина Рацевич, Эдуард Бакунович, Олеся Столярчук. Новости Бреста. 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 Новости Бр